засадить на все лето учить буквы или позволить сколько угодно бегать во дворе записать на курсы интенсивного развития или отправить на все лето к бабушке какое оно идеальное лето для дошкольника и всегда ли развитие происходит только за партой будем говорить сегодня в программе качество жизни с ольгой митрофановой мы начинаем я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью это нейропсихолог это педагог это руководитель центра детского развития самое главное это еще и мама четверых детей юта щепурнова юта здравствуйте я знаю что в вашем графике мама и педагога времени было не так много но спасибо что вы его для нас нашли потому что когда как не летом говорить о развитии дошкольников мы сегодня решили остановиться только на этой группе детей потому что на самом деле детский возраст период продолжительные замечательные счастливые но прежде чем мы перейдем к практическим каким-то рекомендациям а наша программа она это предполагает мне хочется спросить у вас как у мамы ведь каждый раз опыт же он не повторяется для ваших детей для каждого из ваших детей каким было идеальное лето в дошкольном возрасте я могу сказать что для меня самое главное на сегодняшний момент вот сейчас у меня младшему ребенку 7 лет исполнилось вчера и на сегодняшний момент слава закончился счастливый дошкольный возраст да и на сегодняшний момент слава богу мы живем в тамбове потому что большую часть жизни мы прожили на севере и или то у нас было суровым да но сейчас тамбовское лето дает возможности моим младшим детям просто бескрайние для того чтобы хорошо подготовиться к школе что это значит это значит что мои дети максимум времени проведут на речке максимум времени проведут карьеры они максимум времени проведут во дворе играя с мальчишками в футбол максимум времени они прокатаются на велосипеде на самокате на роликах чему я очень очень рада и просто когда вы сказали что это время они проведут в подготовке к школе я наверно как и многие мама представила что вы такой суровый родитель который не даст поблажек и с 1 июня они уже сядут делать какие-то примеры по математике то есть ваше представление идеальное лето для дошкольника это максимум времени которое проводится в движении верно безусловно для чего почему так а безусловно но я бы хотела сделать здесь такой акцент дело в том что максимум в движении это безусловно хорошо но если это движение не продуктивно если она хаотична если ребенок просто бесконечно бегает и прыгает то это немножко другом я бы сказала что движение должно быть продуктивным почему я сказал о том что дети будут мои дети будут играть в футбол что мои дети будут кататься на велосипеде на роликах и все что я перечислила потому что в этот момент они не просто двигаются да они еще учатся координироваться работает их вестибулярная система проприоцептивная система и все это лежит в основе того чтобы ребенок хорошо учился в школе наверное нужно немножко зрителям все-таки объяснить и в теорию погрузить потому что у многих мам игра в футбол это одно а хорошая учеба в школе это вообще совершенно из другой оперы как связаны эти моменты хотя для меня очень многое объяснила фраза знакомого невролога который сказал нервная система в ребенка формируется в движении особенно для школьника если мы упустили этот момент мне просто хочет чтобы как специалист немножко объяснили маме что если ребенок просит поехали кататься на роликах она очень хочется усадить его за парту заниматься потому что вот такой вот список литературы уже к первому классу то почему все таки лучше поехать кататься на роликах что происходит в его голове что происходит в организме почему это так важно вот эти вот занятия физические которые нам кажется просто развлечением для ребенка понимаете очень много пишут и говорят например про тонкую моторику да и мамы дошкольников они нацелены на то чтобы ребенку подготовить тонкую моторику об этом говорят говорят это вот то что кончики пола да да кончики пальцев и очень часто мне звонят и просят меня поработать с тонкой моторикой ребенка и когда я спрашивала как же там общая моторика да все удивляются потому что на самом деле для того чтобы начать писать для того чтобы начать читать хорошо справляться с этим навыком должна у нас прежде всего сложится общая моторика но почему-то об общей моторики никто не говорит и не пишет а общая моторика это и есть то как работает наше тело то есть прежде всего это наше тело прежде всего это наш телесный опыт это то не сшиваю ли я углы понимаю ли я где у меня правая где у меня левая сторона ощущаю ли я свое тело если у меня схема тела внутри меня понимание то как мое тела устроена если это все у ребенка есть то тогда когда он садится за парту у него все получается ему достаточно удобно комфортно все навыки в освоении он достаточно успешен но если здесь есть какие-то сложности а поверьте мне на сегодняшний момент наши дети к сожалению дошкольники да они приходят в школу с техническими навыками они как бы умеют читать абсолютно верно но почему-то после первой же недели в школе до учителя хватаются за головы родители хватаются за головы что оказывается это не помогает быть успешным в школе а почему а потому что то время которое было отведено на того чтобы наработать сенсорные системы наработать нашу общую моторику да когда я говорю мы катаемся на роликах мы катаемся на велосипеде мы занимаемся продуктивной деятельностью тела вот этот момент был упущен потому что дошкольный период это как раз возраст для этого потому что даже если ребеночек родился сложно потому что сейчас это очень часто была гипоксия или если ребенок много болел в детском возрасте но если при этом его компенсонаторным возможностям когда он говорит мам поехали покатаемся на велосипеде да или мама я хочу попрыгать на батуте откуда это ребенок идет со своими позывами его тело его компенсонаторные механизмы кричат ну давай давай да 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 а что делаем мы мы берем его за руку приводим к сожалению сейчас очень многие центры и дошкольные учреждения работают ими так приводим мы его сажаем за парту и начинаем с помощью обучающего материала салют не можно абсолютно у ребенка нет выбора он конечно делает это но навык есть до какой-то навык но что с ним делать с этим навыком во первых он некачественный да почему потом дети читают не понимают что прочитали до никакого интереса никакого интереса потому что как раз вот тут проблемы с тем что извините нет у меня внутренней схемы тела то я на этом тетрадном листе я никак не могу понять как же мне отступить 10 клеточек вправо да как же мне опуститься на 8 клеточек вниз для ребенка это целая история и учителя как правило в первом классе первую половину года тратит именно на это а если ребенок хорошо понимает ощущает себя в пространстве да если он уже наездился накатался накупался и он понимает да вот у меня правая вот у меня левая я ощущаю себя верхняя часть все я точно также сориентируюсь на тетрадном листе я немножечко остановлю потому что мне сейчас хочется чтобы родители сами чуть-чуть сориентировались ну предложить что-то вроде теста чтобы сориентировали например а ребенок дошкольного возраста что он должен уметь вот в плане ориентирования признать право-лево какими-то навыками двигательными обладать в два года в три года в четыре пять шесть то есть вот эти вот периоды дошкольного возраста понятно что у каждого схема развития своя об этом говорят все педагоги в обязательном порядке кто-то в три года уже прекрасно катается хотя бы на трехколесном велосипеде а для того для кого-то нужно время для того чтобы это научиться но есть какие-то вещи на которые родителям нужно обратить внимание вот вы как педагог наверняка же все равно классифицируйте что нужен что нужен вот маленький человек что ему нужно уметь делать в три года вот как раз в плане вот этого вот ориентирование себя разбираться куда повернуть там исполнять какие-то команды пойди прямо поверни налево и так далее ну и что он должен уметь уже когда ему шесть-семь там семь с половиной лет перед тем как ему в школу идти вот что должно быть него сорвирован мы сейчас чтобы сориентировать родителей например я бы хотела сказать что в три года нужно обратить внимание если у ребенка такой навык как прыжок на две ноги это когда ребеночек присел и прыгнул красиво на две ноги то есть если например того на вот такой простой упражнения ребенок должен красиво прыгнуть на две ноги присел прыгнул присел прыгнул если этого на пока нет то это вот как бы один из звоночков что нам нужно поработать с проприоцепции с вестибулярной системой да когда я об этом говорю я что подразумеваю я подразумеваю что скорее всего и это очень важно нужно отдать ребенка на ритмику можно отдать ребенка уже на футбол потому что сейчас там бы есть прекрасные у нас секции прекрасные тренера которые работают с таким вот возрастом да 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 это очень чудесно если этого навыка нет это сигнал если вы видите три года ребенок должен хорошо прыгать вверх и приземляться на обе ноги и родителям нужно обратить безусловно это очень важно потому что когда на занятия к нам центр приводит детей и хотят чтобы мы их развивали когда они видят что мы начинаем прыгать родители удивляются не год что вы делаете зачем вы это делаете а для меня это как бы сам набрали за он и так прыгает и бегает замечательно и чудесно если я вижу что за момент занятия ребенок несколько раз телом задел все углы до шкафы и все остальное про что для меня следующий сигнал до или если я вижу что ребенок например мама говорит о том что или папа что ребенок очень активный но при этом ребенок просто бегает вот как я говорю то вот заходит ребенок в группу и когда начинается разминка когда например ходим в ходульках или делаем какую-то нашу тактильную дорожку то есть вот эти вот какие-то моменты да а ребенок просто бежит ему неинтересно он оббежал все наши тренажеры ни на чем не сконцентрировался да а просто бегал а это не двигательная активность да это неспособность нашего малыша сосредоточиться на том чтобы что-то сделать со своим телом если говорить проще следующий этап вот вот этого импровизированного теста о котором мы говорим предложить ребенку выполнить несколько упражнений но уже по команде взрослого будет он их делать либо он будет просто хаотично двигаться аль вы знаете я бы даже сказала не так самый главный инструмент для мамы для папы а в тестировании своего ребенка это понаблюдать за тем что он делает на детской площадке сейчас прекрасная возможность это увидеть то есть вы привели ребенка на детскую площадку и просто наблюдайте что он делает а залезет ли он на бордюрчик песочницы и сможет ли он по нему пройти а залезет ли он на какие-то турники да а если он лезет как он это делает и ни в коем случае не снимать его оттуда встаньте рядышком помогите ему и пускай он залезет как мы его просто страх выше да но не дублируем случае мы его не ограничиваем ни в коем случае не идем за своими страхами потому что именно в этот момент идет огромная работа детского организма и подготовка к школе начинается здесь они тогда когда вы его привели на чтение на письмо то есть вот эти моменты а как он скатился с горки а как он зашел на эту горку и было ли это или ребенок просто бесконечно бегает кидается там не знаю песком там что-то еще да то есть это вопрос насколько она продуктивна ребенок хаотично двигается или ребенок что-то делает для чего-то ну то есть вот это очень важный момент если мама видит хаотичную деятельность это опять сигнал о том что скорее всего ребенка хотелось бы отвести на ритмику на футбол ну на какие-то еще развивающие занятия именно с точки зрения те и когда мама приводит ребенка дошкольника на развивающие занятия в центр развивающий прежде всего о чем она должна подумать это посмотреть как структурирована система занятий если это смена деятельности и потому что ну все педагоги знают что деятельность нужно менять но если это например сейчас математика а потом рисование а потом вырезание то это занятие не для вашего ребенка максимум должно быть движение и максимум должно быть наработка координации наработка общей моторики наработка а слуховых навыков ребенка да то есть музыкальные занятия потому что музыкальные занятия там опять идет например такая штука которая называется моторным планированием и если мы проведем параллель места ну вот о том что мы с вами говорили и ребеночек наш как вот ведет себя на площадке да как он бегает или он залез на горку скатился подлез там куда-то под что-то да то же самое если он приходит на музыкальные занятия ему дают бубен в руки да что он с ним делает уже сюда он просто трясет или он может посмотреть за педагогом или и хотя бы постучать в него это опять подготовка к школе вот если мы будем говорить о ребенку ребенке который уже старше да например очень известный детский невролог наш питерский ефимов я позволяю себе называть его своим учителем потому что очень много учусь у него и предлагаю всегда родителям его труды его работы он говорит что если ребенок семи лет а не ездит на двухколесном велосипеде то в школу и тирана водка да то есть вот это вот сложная координация должна у ребенка присутствовать если родители обнаружили вот что-то из того о чем вы сейчас говорили то что ребенок в три года не может сориентироваться и прыгнуть на две ножки да если ему уже 5 а он бессистемно бегает и его очень сложно заставить двигаться выполнять те команды которые нужны взрослым если к семи годам ему действительно сложного тоже какие-то более сложные вещи до катания на велосипедах на роликах и прочее прочее что нужно родителям ну я поняла что первая рекомендация это найти хорошую секцию хорошего тренера хорошего педагога для того чтобы вот это вот двигательная активность она все-таки в нужное русло ушла ребенка научили телом владеть это будет самый важный этап при подготовки что еще что можно делать сами но прежде всего я бы хотела сказать что если вы такие штуки видите если вы видите что ваш ребенок как сейчас принято говорит гипер-гипер активный хотя все что касается гиперактивности есть очень много мифов по поводу гиперактивности но тем не менее я считаю что ребенка безусловно нужно привести на диагностику к нейропсихологу потому что дошкольный возраст это тот прекрасный возраст когда я говорил уже компенсации когда можно очень много всего сделать то есть это нужно сделать ну вот прям нужно сделать и если мы говорим о том что может сделать мама и папа дома дату опять же а начинаем с малого когда ребеночек у нас еще очень маленький да что мы делаем одна мама понимает то что ребенку нужно двигаться и узнавать мир но у каждой мама какой-то свой мотив до 1 мама опустит ребенка на пол и он будет двигаться другая мама садится манеж маль посадить манеж и это будет что это будет ограничение его компенсации специалист по развитию все-таки за то чтобы дети на пол двигались на пол да и как можно больше потом если следующая веха когда ребенок ползет он же уже заползает он же им уже очень интересно мощнейшие механизмы работают в этот момент нельзя ограничивать если мы боимся за безопасность значит боимся территорию нужно сделать безопасный максимально да то есть если это комната в которой вы оставляете ребенка но обезопастье и уберите все что может причинить ребенку вред и вы сделаете максимум для своего ребенка если мы говорим о том моменте когда ребенок уже пошел сейчас что делают мамы современные при моем большом уважении я очень уважаем материнский труд ну что ну посадить на велосипед сейчас очень такие ну которые коляске велосипед на здорово же идешь красиво малыш сидит красиво чудесно замечательно или всевозможные ходунки там ну то есть очень много много приспособлений для безопасности но в этот момент мы во-первых не даем компенсационным механизмом работать во вторых даже если наш малыш чудесно слава богу родился чудесно был выношен развился внутриутробно не даем ему развиваться соответственно все наши сенсорные системы я буду говорить общая моторика хотя там очень много ну давайте да ну пусть это будет общая матрика как фундамент перед тем что все сложилось в школе она не развивается возможности развиваться нет и двигаемся дальше когда ребеночек уже подрос мы ведем его в детский сад к сожалению система дошкольного образования при всем моем уважении выстроена таким образом что деток саду очень много дать им возможности всем двигаться у педагога при наличии на когда они в помещении на да вы знаете я просто имею такой опыт и я хочу сказать что даже при своих принципах мне приходилось детей сажать на стульчике потому что но детей нужно вернуть в целости и сохранности и представьте себе когда забирают малышей 3 4 там и 5 лет из детского сада ребенок в течение долгого периода на самом деле как бы был фрустрирован ну зажат в рамке да если не говорить профессиональными терминами и родители говорят да что ж такое привожу ребенка домой а он буйствует он кричит он бегает это ужас что с моим ребенком на самом деле что происходит но компенсация ребенку нужно как можно больше подвигаться ему нужно из себя это все да но это если поверхностно а если глубоко то у ребенка не было возможности развиваться так как он должен развиваться и поэтому значит нужно чем-то это компенсировать значит после сада огромное количество прогулки особенно сейчас значит на речку значит на детскую площадку значит на футбол значит туда где мы будем двигаться продуктивно это еще скажу по секрету но ведь зачастую это сложно для самих родителей потому что у детей такая потребность есть но иногда нам проще чтобы посадить вечером ребенка смотреть мультики а самому спокойненько заниматься какими-то делами потому что чтобы поехать на речку нужно себя заставить поехать на речку после рабочего дня для того чтобы ребенок катался на велосипеде нужно всей семьей сесть на велосипеды и делать это вечером вот тоже самое как заставить себя самый большой вопрос который волнует родители для того чтобы может быть просто понять что это настолько важно для ребенка на порядок важнее знание букв и всего остального а я думаю что здесь нужно пойти несколькими путями во первых а школа близко да если мы рассуждаем конкретно про школу а то количество репетиторов и качество того что будут делать репетиторы ну начнем с того что это будет очень очень низкий низкая продуктивность да то есть будут мучиться все мама который придется за это платить достаточно много денег или там папа да и ребенка еще нужно будет возить на все эти мероприятия репетитор который никак не будет понимать почему ребенок не может вообще минуту посидеть спокойно да и для того чтобы сконцентрироваться услышь ну и соответственно ребенок будет ненавидеть все что связано с занятиями с учебой о каком интересе можно говорить если мы говорим об этом а я например своим родителям которые ходят к нам центр всегда говорю дорогие мои мамы и папы у нас с вами и у меня тоже потому что я тоже мама немножко другие задачи у нас перспектива очень очень дальняя если мы приводим ребенка в дошкольное учреждение если мы приводим его в школу или к репетитору а то у человека у специалиста у педагога есть конкретная задача научить читать а воспитывать социальные навыки да там или я не знаю выучить таблицу умножения да это у этого педагога у него есть близкая перспектива близкая задача но задача результат да но наша с вами задача совсем другая нам хочется чтобы наши дети были я буду говорить современным языком успешны да я не буду говорить здоровый там я говорю успешный потому что каждая мама в это успешно сейчас вкладывает что-то свое и папа соответственно тоже у каждого свое видне того так вот никогда ребенок выросший во взрослого человека не станет успешным если у него есть проблемы с телом а понимаете всевозможные волевые моменты от тела возможность сконцентрироваться от тела возможность довести начатое дело до конца от тела моя самооценка от тела то как я ощущаю себя в пространстве от тела мои адаптивные механизмы когда я где-то в новой среде когда мама с папой носились со мной до с детства я прекрасно окончила университет получил вот этот вот диплом ради которого собственно в этой жизни все выстраивалось потом вдруг нужно принимать какие-то решения когда я прихожу в бизнес да и я должен доказать свою креативность а я собственно как-то к этому был не готов вот поэтому выбирайте если сейчас вы больше посидите на диванчике то ну репетиторы да а потом о чем переживать и плакать если ну у сына или у дочери не все складывается вы не можете понять почему не складывается у нас не так много времени остается давайте попробуем обобщить то о чем мы сегодня говорили и как раз посоветовать родителям какое же оно идеальное лето для дошкольников я поняла что не обойтись без роликов без без велосипедов но даже если нет такой возможности обязательно нужно дать эту возможность двигаться своему ребенку а не только сидеть за партой то есть опять же какое идеальное лето для ребенка трех лет пяти лет семи лет перед самой школы что не упустить что не забыть этим летом когда мы собираемся планируем что-то с детьми делать знаете мне бы очень хотелось рассказать про то что нужно детям давать пачкаться очень много грязи да то есть очень много песка при том я хочу сказать что даже и пять и шесть лет дети очень это любят мешание глины вы замечали как дети любят например на речке себя облеплять вот этой вот вода с песком они получают огромное удовольствие когда мы смотрим на это со стороны родители нам кажется что это такая ну такой отдых такая вот развлекуха такая дуроченье того и честно скажу что происходит на самом деле ребенок работает со своей тактильной системой да опять же не могу сильно погружаться но это опять про общую моторику про осознавание себя это все вместе это те подружки которые ходят вместе тактильная система с вестибулярность проприоцептивный когда ребенок это делает если это маленький малыш то он работает со своей кожей со своими ощущениями если это ребенок постарше вы представьте он работает со схемой тела я себя облепляю и я понимаю вот они мои ноги вот мои руки да я и в голове у меня выстраивается схема тела вы знаете как много взрослых приезжают в москву и у них начинается паника если они впервые они не понимают что как как вообще где где метро а если я пришел в метро то что делать дальше откуда это это как раз оттуда что схемы своей внутренней тела у меня нет у меня нет понимания системности когда я выхожу куда-то и мне эту системность нужно состроить и начинается паника то что связано с ориентацией в пространстве то что связано с координацией но все точно начинается из песочницы начинается с песочницы абсолютно верно и если мама маленького малыша видит что ребенок пальчиками красками не любит рисовать приходит ко мне и говорит ой у меня такой частюля это не об этом это сигнал это сигнал о том что тактильная система работает некорректно и что мы с вами должны дать как можно больше информации для нее да это тесто это грязь это песок это много пластилина и всего остального прочего да это камушки тут очень много это хождение по траве знаете как я наблюдаю я хожу купаться с детьми в карьер и я наблюдаю как у нас заботливые мамы надевают сулансы малыша и они идут прямо вот до самой воды зачем а как же наши сенсорные системы а как же они созреют если наш малыш ни разу не ходил босиком по траве и кто же вспомнит когда он в третьем классе перед таблицы умножения будут падать в обморок кто же вспомнит что он не ходил босиком вот она в чем дело но нужно понимать что эта система да это не значит что вы походили босиком и все ваши проблемы то есть все эти кирпички нужно наложить на развитие ребенка нужно выстроить так чтобы все его системы сенсорные хорошо работали чтобы сложилась общая моторика из которой сложится тонкая моторика дорогие родители вы начинаем утро зарядки потом идем вместе с ребенком ходить босиком по траве если есть такая возможность а отпуск проводим где-нибудь на свежем воздухе верно безусловно это и будет лучшей подготовкой к школе лучшей подготовкой к школе и вот спасибо большое за то что были сегодня с нами я думаю что родители может быть если даже не уловили всех моментов о которых мы сегодня говорили особенно то что касается сложной терминологии такие как сенсорная припроцентарная система и прочее наконец услышали самое главное для того чтобы ребенка в школе подготовить совершенно не обязательно загружайте в огромным количеством информации надо дать ему возможность двигаться надо дать ему возможность слушать и самое главное делать это вместе с ним поэтому во первых я желаю чтобы ваше лето прошло также здорово как то о чем мы с вами говорили под даже несмотря на плотный график чтобы как раз была возможность вместе с детьми куда-то выехать и вместе плавать вместе отдыхать вместе копаться в песке и получать удовольствие и того же самого конечно хочется пожелать нашим зрителям пусть ваше лето для дошкольника будет на самом деле идеальным а для этого нужно не так то и много нужно просто вместе ходить гулять отдыхать плавать и давать чуть больше свободы себе и своим детям это была программа качество жизни с ольгой метрофановой а и Продолжение следует...